сегодня мы будем вязать крючком всем привет меня зовут елена ирмина посмотрите какие интересные модели можно связать крючком одним и тем же узором кардиган жакет вяжется узор не очень сложно все легко и просто я с вами поделилась идеями вязания а сейчас мы с вами разберем принцип вязания узора которым связан жакет и кардиган также все возможные варианты вязания узоров которыми вы можете воспользоваться смотрите на моем яндекс дзен канале название канала вязание крючком елена ирмина ссылку на канал и на статью где я разместила все схемы вязания вы найдете в описании под этим видео и в первом закрепленном комментарии а также в описании под видео я вам оставляю ссылки на пряжу и на интернет-магазин и также свой промокод на скидку размер скидки 5 процентов где я заказываю пряжу для своих проектов а в конце видео вас ждет каталог всех моих победительных мастер-классов разработанных мной специально для начинающих по вязанию плечевых вещей крючком и спицами выбирайте модель и присоединяйтесь к вязанию цепочку длина цепочки 10 сантиметров приступаем к вязанию первого ряда набираю раз два три цепочку из трех воздушных петелек от конца цепочки отсчитываем четвертую петельку и вот в основании 4 петельки вяжем 1 и 2 столбик с одним накидом 1 2 провязали 2 воздушных петельки 1 2 в эту же четвертую петельку провязываем еще два столбика с одним накидом 3 и 4 получается у нас что все четыре столбика мы провязали в основании 4 петельки цепочки ближе покажу 1 2 3 3 воздушные петельки отсчитываем 1 2 3 в четвертую петельку цепочки вяжем 1 столбик без накида вяжем цепочку 1 2 3 пропускаем 1 2 3 петельки цепочки в основании 4 провязываем 1 и 2 столбик с накидом 2 воздушных петельки 1 2 в эту же петельку в четвертую мы провязываем еще два столбика с одним накидом это у нас получается 3 и 4 продолжаем вязать 1 2 3 воздушных петельки цепочка отсчитываем 1 2 3 петельки цепочки в четвертую вяжем 1 столбик без накида 1 2 3 воздушных петельки пропускаем 1 2 3 петельки в четвертую петельку вяжем 2 столбика с одним накидом 2 воздушных петельки в эту же четвертую петельку цепочки провязываем еще два столбика с одним накидом будет у нас 3 и 4 3 воздушные петельки 1 2 3 пропускаю 1 2 3 петельки в основании 4 провязываем столбик без накида 1 2 3 воздушных петельки отсчитываю 1 2 3 4 петельку цепочки вяжем 2 столбика с одним накидом 1 столбик и второй столбик с одним накидом 2 воздушные петельки 1 2 в эту же петельку вяжем еще два столбика с одним накидом 3 и 4 теперь мы заканчиваем вязать порядок смотрите данный узор можно вязать прямыми обратными рядами и также по кругу то есть если вы будете вязать по кругу то вам необходимо закончить и соединить таким образом узор чтобы у вас были рапорты из чего состоит узор то есть из и скольких петелек смотрите для удобства счета мы считаем вот эти веерочки получается у нас связано раз два три 4 4 раппорта между веерочками связаны цепочки из 3 воздушных петелек в основу раппорта входит следующие элементы веерок состоящий из четырех столбиков с одним накидом и два звена цепочка то есть от веерочка до следующего веерочка это один рапорт ширину давайте посчитаем сколько петелек 1 2 3 4 5 6 7 8 раппорт состоит из 8 петелек один рапорт 8 петелек от веерочка и до следующего веерочка вот эти все элементы они и составляют основу одного раппорта так надеюсь понятно то есть для того чтобы связать данный узор по кругу мы должны с вами довязать вот этот рапорт то здесь у нас два веерочка и не хватает вот этой части вот эту часть мы сейчас с вами свяжем я вам ее покажу то есть вязать вы уже научились просто я хочу вам показать каким образом вязать данный узор по кругу смотрите 3 воздушных петельки потом в третью петельку в четвертую петельку столбик без накида 3 воздушных петельки и соединяем в круг при помощи одного полустолбика без накида вот в эту петельку из нас 3 петелька подъема я ввожу крючок захватываю рабочую нить это петелька которую у меня была на крючке через нее я эту петельку провожу все таким образом вязать данный узор по кругу можно вязать только по лицевой стороне а можно вязать по кругу но поворотными рядами теперь мы будем с вами вязать данный узор прямыми обратными рядами вяжется он начала вязания и окончание занять должно быть одинаково то есть мы заканчиваем ряд одним столбиком без накида вот пропускаю одну петельку во вторую петельку провязываю 1 столбик с одним накидом связали первый ряд узора приступаем к вязанию 2 ряда 1 2 3 воздушных петельки разворачивай за не на другую сторону и вершину веерочка поверх вот этой цепочки из двух петелек мы с вами вяжем веерок веерок у нас состоит из двух столбиков с одним накидом 2 воздушных петельки и в эту же вершину веерочка провязываем еще два столбика с одним накидом 3 и 4 раз два три 4 воздушных петельки в следующую вершину веерочка мы будем вязать с вами точно такой же веерок из двух столбиков с одним накидом 2 воздушных петельки и в эту же вершину веерочка провязываем еще два столбика с одним накидом 3 и 4 так вот у нас будет смотреться узор он очень и очень простой пропускаем вот эти элементы следует так забыли провязать вяжем цепочку раз два три 4 воздушных петельки в следующую вершину веерочка вяжем первый и второй столбик с одним накидом 2 воздушные петельки 1 2 в эту же вершину веерочка провязываем еще два столбика с одним накидом 3 и 4 вяжем цепочку раз два три 4 воздушных петельки вершину веерочка провязываю первый и второй столбик с одним накидом 2 воздушные петельки 1 2 в эту же вершину вяжем 3 и 4 столбик с накидом и заканчиваем вязать ряд в третью петельку подъема провязываю один столбик с одним накидом все связали связали один раппорт высоту раппорт у нас состоит из первого и второго ряда третий ряд вяжем по принципу вязания первого ряда сейчас я вам покажу как сделать переход ко второму раппорту приступаем к вязанию третьего ряда вяжем а его по принципу вязания первого ряда 1 2 3 воздушных петельки разворачиваем образец на другую сторону и в арочку цепочки из двух петелек провязываем первый и второй столбик с одним накидом 2 воздушных петельки 1 2 в эту же арочку провязываем 3 и 4 столбик с накидом 3 воздушных петельки 1 2 3 в арочку цепочки из 4 петелек вот поверх этой цепочки вяжем 1 столбик без накида 1 2 3 цепочка из 3 воздушных петелек вершину веерочка там где у нас была связана 2 воздушных петелек петельки поверх вот этих вот этой цепочки вяжем 1 и 2 столбик с одним накидом 2 воздушных петельки и в эту же арочку вяжем 3 4 столбик с одним накидом 3 воздушных петельки 1 2 3 в арочку цепочки из 4 петель провязываем вот поверх этой цепочки вяжем столбик без накида 1 2 3 цепочка из 3 воздушных петелек вершину веерочка провязываем 2 столбика с одним накидом 2 воздушных петельки и в эту же вершину вяжем 3 и 4 столбик с одним накидом 1 2 3 3 воздушных петельки поверх вот этой цепочки провязан столбик без накида 3 воздушных петельки 1 2 3 и в арочку цепочки из двух петелек вершину веерочка вяжем 1 и 2 столбик с одним накидом 2 воздушных петельки в эту же арочку провязываем 3 и 4 столбик с одним накидом в третью петельку подъема провязываем 1 столбик с одним накидом все связали с вами 3 ряда узора давайте свяжем еще один ряд 4 у нас будет всего связано 2 раппорта в высоту в ширину у нас с вами 4 раппорта что вот эти верочки раз-два-три-четыре узор если вы будете вязать прямыми и обратными рядами он получается двухсторонний то есть таким образом смотрится узор с лицевой стороны и с изнаночной а также чтобы уменьшить ажурность вот вам может показаться что слишком какой-то он ажурные чрезмерно дырявый давайте я вам расскажу вот как устранить вот этот но может быть для кого-то покажется это недостатком данного вида узора смотрите девочки можно а у подобрать другую пряжу возьмите метра чтобы был больше и пряжа она была тоньше это первый вариант применяйте размер крючка возьмите немножко размер допустим я вижу 225 можно вязать крючком номер два второй вариант каким образом уменьшить ажурность и третий способ это когда вы сокращаете количество вот этих воздушных петелек в цепочке то есть здесь вот мы в третьем ряду с вами вязали цепочку из трех воздушных петелек вы можете вязать каждое звено из двух воздушных петель и если во втором ряду мы вязали цепочку из четырех петелек то вы можете тоже уменьшить ее длину и связать например цепочку из трех воздушных петелек или может быть вообще из двух а здесь можно сократить и до одной воздушные петельки то есть узор то очень простой красиво смотрится ну вот вы можете связать несколько образцов попробовать применять пряжу поменять размер крючка поменять количество воздушных петелек сократите в каждом ряду и у вас уменьшится вот это чрезмерная ажурность если она вам конечно не нравится продолжаем вязать довязываем 2 раппорт 3 воздушных петельки подъема разворачивай за не на другую сторону и парочку вот этого это цепочки из двух петелек вершину верочка вяжем веерок 2 столбика с одним накидом 2 воздушных петельки и также вяжем в эту же вершину 3 и 4 столбик с одним накидом посмотрите о чем я вам говорил можно связать цепочку из двух петелек воздушный и тем самым у вас будет меньше вот эта ажурность но естественно здесь вы тоже сокращаете до одной воздушной петельки то есть сокращаете длину цепочек и у вас уйдет вот это чрезмерный ажур набрал провязала цепочку из 4 воздушных петелек и вершину веерочка вяжем 1 и 2 столбик с одним накидом 2 воздушных петельки в эту же вершину верочка провязываете 3 и 4 столбик с одним накидом 4 столбик 4 воздушных петель 1 2 3 4 следующую вершину верочка провязывайте точно такой же веерок и из двух столбиков с одним накидом 2 воздушных петельки и в эту же вершину верочка вяжите 3 и 4 столбик с одним накидом 1 2 3 4 воздушных петельки вершину верочка провязывайте два столбика с одним накидом 2 воздушных петельки в эту же вершину верочка вяжите 3 и 4 столбик с одним накидом третью петельку подъема вяжем столбик с одним накидом для того чтобы выпрямить ряд по высоте все связали с вами два работа вот такой вот у нас узор получился это изнаночная сторона узора и лицевая если вы будете вязать только по лицевой стороне и по кругу то узор вас будет смотреться гораздо интереснее значит давайте еще закрепим раппорт состоит из двух рядов 1 и 2 это основа рапорта высоту 3 вяжется по принципу вязания первого ряда 4 по принципу вязания второго ряда также раппорт у нас состоит из 8 петелек основа рапорта в основу рапорта входит вот этот элемент из четырех столбиков с одним накидом 2 столбика плюс 2 воздушных петельки плюс 2 столбика все не вяжутся в 1 в основании одной петельки дальше у нас идет 2 воздушных петельки столбик без накида так здесь у нас 3 воздушные петельки столбик без накида 3 воздушных петельки вот это основа одного рапорта то есть веерочек и плюс 2 цепочки следующий веерок это уже начало другого рапорта так все постаралась вам подробно все рассказать показать каталог мастер-классов в описании под этим видео и закрепленном комментарии вы найдете две ссылки где проходят победительный мастер-классы или вы можете выбрав модель сразу же в комментариях мне написать хочу связать далее пишите название проекта и я вам в комментариях отправляю ссылку на мастер-классы приглашаю вас связать блузку тунику или платье название проекта крокус крокус вяжется крючком по одному мастер-классу можно связать три вещи мастер-класс очень подробный наглядный и состоит из шести видео частей вяжем крокус на любой размер от 42 до 56 размера размеры я указала российские жду вас на мастер-классе будем вязать вместе следующая модель вяжем блузку jasmine на любой размер по одному мастер-классу вы можете связать три вещи летний топ блузку либо тунику с рукавом 3 четверти или длинным рукавом кому как больше нравится видео мастер-класс очень наглядный и подробный блузку вяжем сверху вниз по кругу без швов также в мастер-классе я показываю как вяжется по кругу каждый ряд узора всего здесь три вида узоров и получается что мастер-класс состоит из десяти частей очень наглядные подробные специально разработаны мной для начинающих вязальщиц который учится вязать крючком если вам понравилась данная модель блузки пишите мне в комментариях под этим видео хочу связать жасмин следующий проект приглашаю вас на мастер-класс по вязанию кардигана жакета название проекта облака интересная модель вяжется сверху вниз реглан без единого шва можно связать на любой размер который вы носите пряжа для вязания может быть любая это может быть однотонного либо секционного окрашивания летний вариант и демисезонный данную модель кардигана можно носить круглый год мастер-класс облака очень наглядный подробный состоит из 7 частей формат видео если у вас есть желание связать жакет кардиган название проекта облака пишите мне в комментариях под этим видео хочу связать облака и я вам отправлю ссылку на мастер-класс приглашаю вас на мастер-класс будем с вами вязать блузку кофточку название проекта любимка эта модель нравится очень многим рукодельницы и многие уже из вас ее связали мастер-класс состоит из восьми частей вязание сверху вниз здесь я показываю как вяжется росток подрезы в общем разбираем все элементы вязания мастер-класс видео формат наглядный разработанной для начинающих рукодельниц если вам понравилась данная модель блузки в комментариях под этим видео напишите хочу связать любимку не менее очаровательная блузка которая вяжется крючком регланом сверху вниз название проекта белоснежка мастер-класс состоит из 6 частей разработаны мной специально для начинающих вязальщиц блузка белоснежка вяжется не очень сложно можно связать на любой возраст и размер она не очень сильно просвечивает есть желание связать пишите в комментариях под этим видео хочу связать белоснежку и я вам отправлю ссылку на мастер-класс замечательная модель под названием незабудка по одному мастер-класса можно связать жакет или кардиган мастер-класс очень подробные наглядные разработаны мной специально для начинающих вязальщиц состоит из девяти частей формат видео жакет незабудка можно связать на любой размер и на любой возраст может быть летний вариант и демисезонный все зависит от того какую пряжу для вязания вы выберете модель жакета с точным рукавом модель жакета классическая подойдет абсолютно всем такая базовая модель должна быть в гардеробе у каждой девушки и женщины если у вас есть желание связать жакет незабудка либо кардиган пишите в комментариях под этим видео хочу связать незабудку приглашаю вас на мастер-класс название проекта васильковое поле вяжем летнюю кофточку футболку кофточка вяжется крючком на любой размер и можно связать на любой возраст так как она не просвечивает мастер-класс парадуман до мелочей идеально подходит для начинающих рукодельниц которые хотят научиться вязать плечевые вещи присмотритесь к этой модели мастер-класс видео формат состоит из шести частей данной модель кофточки свяжет любая начинающая есть желание связать пишите мне в комментариях под этим видео хочу связать васильковое поле приглашаю вас на мастер-класс по вязанию летней кофточки туники можно связать топ название проекта великолепный ананас данная модель связана крючком вяжется она снизу вверх круглая кокетка можно связать абсолютно на любой возраст и размер мастер-класс настолько подробный что справится даже начинающий вязальщица мастер-класс состоит из 11 видео частей особенно и настоятельно рекомендую присмотреться к данной модели начинающим вязальщицам рукодельницам которые только-только учатся вязать крючком по одному мастер-классу можно связать три изделия топ тунику кофточку название проекта великолепный ананас в мастер-классе я показываю как выровнять низ изделия есть желание связать данную модель пишите хочу связать великолепный ананас и я вам дам ссылку на мастер-класс приглашаю вас на видео мастер-класс по вязанию универсальной модели которая подойдет всем может сказать на любой возраст на любой размер название проекта айсберг вяжем джемпер пончо крючком вяжется здесь модель интересным способом а как вязать я вам все подробно показываю в трех частях видео мастер-класса есть желание связать пишите мне в комментариях под этим видео хочу связать айсберг и я вам отправлю ссылку на мастер-класс будут проекты связаны спицами приглашаю вас на мастер-класс по вязанию джемпера без рукавки название проекта листья бронелла мастер-класс состоит из шести видео частей где наглядно показываю рассказываю как вяжется джемпер по кругу и без швов очень уникальная техника вязания мне кажется вам она настолько понравится что вы будете продолжать вязать таким способом все вещи есть желание связать в комментариях напишите хочу связать листья бронелла приглашаю вас связать джемпер спицами название проекта карамелька можно связать на любой возраст также на любой размер мастер-класс очень подробный наглядный состоит из четырех частей формат мастер-класса видео видеофайлы в этом мастер-классе вам покажу интересную технику вязания можно связать данную модель джемпера по кругу прямыми обратными рядами мы вяжем с вами без швов есть желание присоединиться к вязанию пишите хочу связать карамельку и я вам дам ссылку на мастер-класс благодарю что досмотрели весь каталог мастер-классов до конца все мастер-классы видеоформат попетельные наглядные для начинающих есть желание связать находите ссылки в описании под этим видео и в первом закрепленном комментарии если найдете ссылки пишите в комментариях под вид под видео хочу связать и далее пишите название проекта которые вам больше всего понравился это не все мастер-классы которые у меня есть каталог будет постоянно наполняться и пополняться новыми моделями также я разрабатываю сейчас новую коллекцию по вязанию крючком и спицами и будем с вами продолжать творить красоту создавать уникальные вещи своими руками